Казахстан В Афганистане серия терактов омрачила один из главных мусульманских праздников Курбан-Байрам. Первые лица страны читали молитву под взрывы ракет, которые упали неподалеку от резиденции. В Нангархаре в результате магнитной бомбы погибли 6 человек, а в Кандагаре бои с талибами идут уже в черте города. Сегодня праздник, и мы не можем праздновать его, как раньше. Бои продолжаются, и столкновения идут почти в городе. В Кыргызстане снова резко подскочили цены на бензин. С начала года стоимость топлива выросла уже почти на 50%. Нефтетрейдеры прогнозируют, это еще не предел. Если сравнивать цены на бензин с прошлым годом или даже хотя бы с началом этого года, просто очень сильно бьет по карману. В прямом эфире информационная программа «Настоящее время. Азия» в бишкесской студии. Я Шевкат Тургаев. Здравствуйте. Высшее руководство Казахстана предположительно стало объектом слежки через шпионскую программу «Пегасус». В списке показаны учатся имена президента Касымжо Марта Тукаева, премьер-министра Оскара Мамина и мэра крупнейшего города страны. Об этом сообщил Центр по исследованию коррупции и неорганизованной преступности OCCRP. Помимо высокопоставленных политиков, спецслужбы активно шпионят за работниками СМИ, активистами и правозащитниками всего в Казахстане. Как заявляют расследователи, под колпаком находится около 2000 человек. Создатели «Пегасуса» пообещали, что компания отключит все системы, если будет доказано, что программа использовалась в отношении журналистов и политиков. Подробности у Ярнура Дожжанова. Международный скандал вокруг слежки за журналистами, активистами и политиками не утихает который день. С каждым разом всплывают все новые громкие имена, за которыми, возможно, шпионят спецслужбы посредством программы «Пегасус». В казахстанском списке, как утверждают зарубежные расследователи, оказалось высшее руководство страны. Среди них президент Касымжо Марта Тукаев, премьер-министр Оскар Мамин и Аким Алматы Бакаджан Сагентаев. Касымжо Марта Тукаев и Оскар Мамин были выбраны в качестве потенциальных мишеней, когда еще занимали свои предыдущие должности. Тукаев был председателем Сената, а Мамин – первым заместителем премьер-министра. Всего, как считают расследователи, в казахстанском шпионском списке около 2000 телефонных номеров. В основном это представители политической и бизнес-элит, в том числе противники и предполагаемые сторонники Нурсултана Назарбаева. Кроме этого, спецслужбы, скорее всего, следят за работниками СМИ, правозащитниками и общественниками. На сегодня расследователи опубликовали имена пятерых человек. Один из них – журналист местного интернет-издания Сирикжан Маулитбай. Он говорит, что если информация о шпионаже подтвердится, то пожалуется в Генпрокуратуру, потому что нарушаются его конституционные права. Я не знаю, что не понравилось в моих действиях им, но я активный журналист, часто задаю неудобные вопросы чиновникам, поднимаю острые темы, которые не хотелось бы нашим госслужащим, чтобы они появлялись в публичном поле. Ну и, соответственно, я занимаюсь параллельно общественной деятельностью. Я с коллегами часто выступаю за то, чтобы улучшили ситуацию со свободой слова в Казахстане. Еще одна из потенциальных целей шпионской программы – правозащитница Бахаджан Тури Гожина. Она заявляет, что не удивлена слежкой. С этим, по ее словам, сталкивается не первый год. Все из-за профессиональной деятельности, которая не по душе властям. Ну, я думаю, что в отношении меня у них повышенный интерес из-за моей профессиональной деятельности. Я считаю, что те темы, которыми я занимаюсь – это продвижение права на мирные собрания. И второе – это поддержка политических заключенных. Она как бы волнует нашей власти, и она им интересна. И, конечно, они, думаю, проявляют свой интерес только из-за этого. Власти Казахстана громкое расследование пока никак не комментируют. В пресс-службе правительства, к примеру, заявили, что этот вопрос на рассмотрении руководства. И в ближайшие дни должны быть комментарии. Правоохранительные органы в лице КНБ и МВД пока заняли глухую оборону. Что касается самого расследования, то на сегодня известно следующее. Взлому могли подвергнуться более 50 тысяч телефонных номеров по всему миру. Список включает 14 лидеров стран Европы, Африки, Азии и Ближнего Востока, в том числе президента Франции, короля Марокко и президента Мексики. А шпионской программой Pegasus активно пользовались около полусотни государств. Ернуд Дошенов, Павел Энгельгард, Настоящее время Азия, Казахстан. В Афганистане Курбан Байрам омрачила серией терактов. Ответственность за них взяли на себя экстремисты исламского государства. Боевики Талибана, несмотря на священный праздник, продолжили атаки во втором по величине городе Кандагари. Президент Турции тем временем выдвинул условия для взятия аэропорта Кабула под охрану турецких военных. А в Таджикистане готовится к наплыву беженцев, так и возможной атаке боевиков с территории Афганистана. Все подробности у Камилы Валиевой. Эти кадры накануне облетели все мировые СМИ. Руководство Афганистана читает намаз во время празднования Курбан Байрама под грохот падающих близ резиденции ракет. Несмотря на это, члены афганского правительства вместе с президентом не прекращают чтение молитвы. Президент Афганистана Ашраф Гани сразу после произошедшего обвинил в нападении талибан. Однако позже ответственность за атаку взяла на себя группировка «Исламское государство». Все международные силы безопасности покинули Афганистан. Теперь что будете делать? Если вы афганцы, то соберитесь вокруг этой идеи. Но если, не дай бог, вы нашиваете планы превратить эту священную землю в поле войны и в пристанище террористов и лишить наших граждан жизни, мы вам этого не позволим. В празднование Курбан-Байрама помимо атак в Кабуле омрачили также теракты в других провинциях Афганистана. В Нангархаре в результате взрыва магнитной бомбы погибли шесть человек, а в Кандагаре бои шли уже в черте города. Сегодня праздник, и мы не можем праздновать его как раньше. Бои продолжаются, и столкновения идут почти в городе. Люди надеялись на прекращение огня, но, к сожалению, этого не произошло. Тем временем президент Турции накануне в очередной раз затронул тему охраны международного аэропорта в Кабуле. Выступая перед журналистами в Ангаре, Эрдоган, вопреки многочисленным призывам талибов не размещать турецких военных в Афганистане, отметил, что группировка прямо не выступала против планов Турции. На данный момент на уровне Министерства иностранных дел или на моем уровне мы пытаемся понять, какие переговоры мы можем провести с талибаном и к чему эти переговоры могут нас привести. В США, в свою очередь, решили временно разместить эвакуированных афганских переводчиков на военной базе Вирджинии. В Госдепе заявили, что Форт-Ли будет первоначальным пунктом пребывания афганских переводчиков, которые добиваются иммиграционной визы США. По указанию президента, Госдепартамент работает над переселением заинтересованных и отвечающих критериям афганских граждан и их семей, получивших разрешение на получение специальной иммиграционной визы. В качестве следующего шага в этом процессе я рад сообщить, что Министерство обороны разрешило по запросу Госдепартамента использовать командный пост Форт-Ли, штат Вирджиния, в качестве места первоначального переселения для группы афганцев, чьи заявки уже почти обработаны. В то же время в Таджикистане объявили о начале строительства временного лагеря для афганских беженцев. Глава Хатлонской области Таджикистана не уточнил, насколько человек будет рассчитан на объект, однако сообщил, что его возведением занимается МВД республики в сотрудничестве с международными организациями. «Мы не должны забывать, что они в годы гражданской войны помогли нашим соотечественникам, обеспечивали их жильем и питанием месяцами. Сейчас они нуждаются в нашей помощи, и мы просто по-человечески обязаны им помогать, конечно, с учетом безопасности и санитарных норм». Между тем Россия перебросила свои танки из состава 201-й военной базы в Таджикистане на юг республики, ближе к границе с Афганистаном. По данным российского Минобороны, 200-километровый марш из полигона близ Душан-Бена, полигон Харп-Майдон в Шахритусе осуществлен для участия в военных учениях, в которых примут участие войска из Таджикистана и Узбекистана. Оборонное ведомство официально анонсировало проведение учений с 1 по 10 августа. К другим темам. В Казахстане смертность от коронавируса за последние недели увеличилась в два раза, уровень заболеваемости вовсе подскочил в 4,5 раза. Но и это далеко не предел, говорят в Минздраве. Глава ведомства Алексей Цой заявил, что очередной пик пандемии придется на август. Тогда за сутки могут выявлять до 11 тысяч заразившихся. Все подробности узнаем у нашего корреспондента. Ярнура Дужан, он с нами на прямой связи из Алматы. Ярнур, приветствую. Почему очередная вспышка заболеваемости, по мнению Минздрава, выпадет в следующий месяц? Ну, привет, Шавкат. Минздраве Казахстана снова взялись за любимое дело, прогнозирование. Глава ведомства Алексей Цой уверен, что в следующий месяц в стране точно ухудшится эпидобстановка. Мол, группа ученых предрекает такой исход, при этом учитывая динамику распространения коронавируса и загруженность коечного фонда. И тут Цой представил очередные три сценария. Оптимистичный, реалистичный и пессимистичный. При первом министр считает, что за сутки будут выявлять порядка 6 тысяч инфицированных. Ну вот, согласно второму варианту, реалистичному, до 9 тысяч. А при самом наихудшем причине обстоятельств в сутки ряды заразившихся будут пополнять до 11 тысяч казахстанцев. И тут снова заговорили о локдауне. Под словами министра, если заполняемость Цой до 70-70%, то это будет обозначать коллапс системы здравоохранения. В таком случае Алексей Цой обещает принять жесткие меры. Но не в масштабах всей страны, а точечно. Локдаун намерены вводить именно в тех регионах, где будут фиксировать сущные заболевания. На данный момент, отмечу, занятость инфекционных слоев по всему Казахстану, как сообщает Милдраве, составляет почти 60%. То есть до предела остается немного. Между тем, в стране фиксируют резкий рост смертности от ковида и пневмонии. За сутки скончались более 50 человек. Прирост заразившихся также держится на высоком уровне. Статистику пополнили за последние 24 часа более 5000 казахстанцев. Лидирует пару спонимфицированных по-прежнему Мурсултан и Алматы. Сейчас мы прогнозируем, что у нас порядка 6600 случаев в сутки, может быть, при оптимистичном сценарии. Это уже в августе месяце. На пике до 9000 при реалистичном сценарии в сутки и до 11000 при пессимистичном. То есть такие прогнозы мы приводим еще в динамике. Мы смотрим, какая возможность будет нашего кочного фонда. И здесь в соответствующие меры принимаются. На фоне ухудшения эпидопостановки Министерство Казахстана по-прежнему призывает население поскорее прививаться. Сегодня в полу состоялось заседание межрежемственной комитии. Там чиновники пересмотрели количество человек, которых надо успеть привить до конца года. Изначально эта цифра составляла почти 10 миллионов. Но из-за распространения дельта штамма решено увеличить число лиц, подлежащих вакцинации, до почти 11 миллионов 400 тысяч человек. Большое спасибо. Большое спасибо. Таким образом, в закрытых помещениях число гостей не может превышать 50. На свежем воздухе это число может достигать 100 человек. Это ограничение в Узбекистане планировали ввести с 1 августа. Однако решение пересмотрели из-за роста числа инфицированных. А тем временем в республику из Китая доставили очередную партию совместной вакцины. На этот раз в Узбекистан завезли миллион доз препарата. А вот в Душанбе скончалась сестра президента Таджикистана Курбомбир Рахмонова. Об этом сообщает информагентство Ховар со ссылкой на пресс-службу правительства страны. О причинах смерти официально не говорится. Однако один врач на условиях анонимности сообщил радио ОЗОДИ, что Курбомбир Рахмонова скончалась от ковида. По ее словам, у женщины был подтвержден коронавирус и 10 дней врачи боролись за ее жизнь. Между тем, Минздрав Таджикистана заявил, что индийский дельташтам коронавируса в стране не зарегистрирован. В ведомстве заверяют, что в случае его обнаружения об этом будет объявлено официально. Между тем, врачи, работающие в красной зоне, рассказали информагентству Азия Плюс, что симптоматика заболевших изменилась и, возможно, это указывает именно на дельту. С завтрашнего дня в Кыргызстане любой желающий сможет получить вакцину Астрозенек. Об этом нашему каналу сообщила глава Республиканского центра иммунопрофилактики Гульбара Ищина-Пысова. Напомню, Азербайджан в качестве гуманитарной помощи передал Кыргызстану 40 тысяч доз этой вакцины. Этого количества хватит на 20 тысяч человек. Между тем, в Кыргызстане почти на четверть увеличила заболеваемость пневмонии. Об этом сообщает Натстатком Республики. Ведомство подчеркивает, что за полгода в стране зарегистрировано более 16 тысяч случаев заболевания. Это на 24% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Глава Всемирной организации здравоохранения заявил, что в мире может появиться новый штамм коронавируса опаснее дельта-варианта. Он считает, что мир не справляется с пандемией, а для победы над вирусом нужно привить 70% населения каждой страны. Вакцины были сконцентрированы в руках немногих счастливчиков. Они были распространены, чтобы защитить самых привилегированных людей в мире. В то время как самые уязвимые группы людей остаются незащищенными. На прошлой неделе глава ВОЗ сказал, что мир находится на пороге новой волны коронавируса. В США заявили, что 83% новых случаев инфицирования в стране приходится именно на дельта-вариант вируса. И больше всего заражения сейчас выявляют как раз в тех штатах, где низкий уровень вакцинации. В Кыргызстане снова резко подскочили цены на бензин. С начала года стоимость топлива выросла уже почти на 50%. Нефтетрейдеры прогнозируют, что это еще не предел. Если сравнивать цены на бензин с прошлым годом или даже хотя бы с началом этого года, просто очень сильно бьет по карману. Мы продолжаем. Общественная наблюдательная комиссия утверждает, что напавшего на школу в Казани признали невменяемым в момент преступления. Но в Следственном комитете России заявили, что психиатрическая экспертиза или назой Галявиева пока не завершена. Экспертизу проводил Центр судебной психиатрии имени Сербского в Москве. После задержания стрелка следователи утверждали, что у него было заболевание головного мозга. Но на учете у психиатра он не состоял. Я напомню, в мае Галявиев устроил стрельбу в гимназии, где раньше учился. Погибли семь детей, две учительницы, нападавшие арестовым по обвинению в массовом убийстве. На севере Таджикистана во время паводков после проливных дождей погибли 12 человек. Частично разрушены 8 жилых домов. Сели и паводки зарегистрированы еще в трех северных районах страны. Там обошлось без жертв. Продолжит Анна Шерва Наребов. Среди 12 погибших в паводках в селе Даштихозе Пинджикенского района четверо детей. На данный момент найдены и переданы близким тела всех погибших, сообщили в комитете по чрезвычайным ситуациям Таджикистана. Из-за сильных разрушений в районе стихийного бедствия спасатели смогли попасть туда только на вертолете. Селевым потоком, который возник после проливных дождей, в этом районе были разрушены 4 километра автодорог, 2 моста и линии электропередач. Частично разрушены 8 домов местных жителей. Селевые паводки обрушились не только на этот населенный пункт, но и на села в районах Айни, Горной Масче и Диваштичи. В этих селах нет пострадавших. Сейчас на местах работают спецкомиссии по оценке ущерба. На данный момент опубликованы предварительные подсчеты нанесенного стихией вреда. В селах Масчинского района также зафиксированы паводки. Три дома были полностью разрушены, еще пять частично пострадали. Также разрушены 6 вспомогательных построек, 10 километров проселочных дорог, 2 моста и 20 гектаров сельхоземель. В Диваштическом районе были разрушены частично 15 частных жилых домов. В этом году в Таджикистане особенно много паводков и селевых потоков. Самые масштабные наводнения в стране были зарегистрированы 11 мая этого года. Тогда от них погибли 9 человек. А разрушения были зафиксированы в 15 городах и селах на юге страны. По данным спасателей, за 28 лет от селей, землетрясений и оползней в Таджикистане экономике страны был нанесен ущерб на сумму в 2 миллиарда долларов. В Кыргызстане резко подорожал бензин. Специалисты объясняют это зависимостью от импорта. Собственное топливо в стране почти не производят, поэтому приходится подстраиваться под поставщиков. При этом нынешний рост еще не предел. Совсем скоро ценники вновь обновятся. О причинах подорожания и прогнозах расскажет Карина Христова. Курс сверх цены на бензин взяли одновременно на всех заправках страны. За последние сутки топливо подорожало в среднем на 2 цента. Таким образом, повышение с начала года составляет почти 50%. Новые цены на заправках никого из водителей не радуют. Но перестать покупать бензин мало кто готов. Приходится покупать, а куда денешься? У меня пенсия маленькая. Я только по нужным. За продуктами езжу, потому что ноги больные у меня, я инвалид. Сами знаете, что такое подорожание бензина, энергоносителей. Это на самом деле тяжело очень. Бензин повышается, зарплата остается те же. Конечно, это чувствуется, да. Больше траченый бензин, приходится отказываться от многого, я даже так скажу. Если сравнивать цены на бензин с прошлым годом или даже хотя бы с началом этого года, просто очень сильно бьет по карману, действительно. Поэтому хотелось бы, чтобы руководство страны обратило внимание. Вообще можно, да, на газ перейти. Нефтетрейдеры подорожание объясняют просто. Страна практически полностью зависит от импорта. И как только на российских нефтеперерабатывающих заводах повышают отпускную цену, обновляются и цифры на заправках Кыргызстана. После такой пандемии пошло восстановление мировой экономики. И очень большой рост цен на нефть идет. Если в начале года нефть была порядка 45 долларов за один баррель, то сегодня она уже приближается к 80 долларам за один баррель нефти. Поэтому это такая общемировая тенденция. И сегодня рост идет. А поскольку мы нефтезависимое государство, основное у нас будем все равно ориентироваться на отпускные цены российских заводов. Ситуация в топливном секторе Кыргызстана еще далеко не самая плохая, подчеркивают нефтетрейдеры. Бензин в Кыргызстане все равно остается одним из самых дешевых в регионе. Даже Российская Федерация, где мы берем, потому что там система налогообложения другая. И благодаря тому, что мы берем без пошлин, без вывозных пошлин, у нас сегодня розница дешевле, чем Российская Федерация. Если не решить проблему, то по крайней мере сгладить ситуацию могло бы собственное производство. Вот только из десятка нефтеперерабатывающих заводов. В Кыргызстане полноценно работает только один. Прогноз по стоимости топлива нефтетрейдеры дают не слишком утешительный. По их данным, в ближайшие полтора месяца цены на заправках могут вырасти еще на 10%. Компания «Техстрой» отказалась привлекать на стройки Москвы и Подмосковья трудовых мигрантов из Таджикистана. Как сообщил начальник управления миграционной службы Министерства труда, миграции и занятости населения Таджикистана по Сагдийской области Зайнура Шерифи, российская компания так и не смогла внятно объяснить причину отказа. По ее словам, около сотни граждан из Душамба и Сагдийской области были отобраны по итогам собеседования. Но в итоге «Техстрой» не стал их нанимать на работу. Я напомню, 15 представителей компании «Техстрой» в марте приезжали в Таджикистан. Они планировали набрать около тысячи рабочих и отправить их на стройки Москвы и Подмосковья. Обещали минимальную зарплату 23 тысячи рублей, плюс обещали обеспечить строителей общежитием, спецодежды, питанием в период карантина. Ранее компания уже отправила в Россию около 5000 граждан Узбекистана, но многие из них отказались работать на компанию и вернулись в места, где трудились до пандемии. В «Техстрой» этот вопрос не комментируют. В Жан-Аузене бастуют сотрудники ряда организаций предприятий, например, работники нефтесервисной компании «Батыс Геофис Сервис». Они требуют повысить заработные платы и улучшить условия труда, а также призывают местные власти и прокуратуру обратить внимание на трудовой спор. Рабочие говорят, что работодатель не спешит выполнять их требования. Вышли на забастовку и сотрудники коммунального предприятия, который несет ответственность за уборку улиц. Люди требуют повысить зарплату в два раза. Пойти на этот шаг их вынудил рост цен на товары первой необходимости. Подробности в репортаже. Сотрудники коммунального предприятия «Тазалак-Эс» в Жан-Аузене в городе с населением около 150 тысяч человек вышли на забастовку. Они жалуются на низкие зарплаты и неудовлетворительные условия труда. Условий нет у работников. Одежды, спецовки нет. Выпрашиваем перчатки. Когда вы выдадите нам перчатки и мыло? Когда рабочим дадите молоко? Рабочие спрашивают у нас, а мы у начальства. Мы уже забыли, когда её брали. Перчатки выдают раз в два месяца. Рабочие говорят, что трудятся на улице и в мороз, и в зной. Несмотря на тяжёлые условия, руководство их не ценит, утверждают они. Спрашивают, почему сидишь? Не сиди, говорят. На нас оказывают давление. В день выдают пол-литра воды. Ещё и эксплуатируют как ослов. Нас всех запугали. По словам рабочих, они получают около 60 тысяч тенге в месяц. Бастующие требуют стопроцентного повышения зарплат и предоставления трудового отпуска в соответствии с законом. Заработные платы из-за текущих рыночных цен растут. Если так посмотреть, мы работаем по тарифу установленному правительству. Пока тариф не повысят, мы не можем ничего сказать однозначно. У нашего учреждения тоже есть свои расходы. Если посмотрите, цена на дизельное топливо была 85 тенге в 2017 году. Сейчас, как вы знаете, она поднялась до 230 тенге. В последнее время в Мангосталской области участились акции протеста с требованиями увеличить заработную плату. Бастующие от нефтяников до охранников заявляют, что с растущими ценами и высокой инфляцией жить на текущую зарплату становится всё труднее. Некоторые работодатели пошли на уступки рабочим, удовлетворив их требования в полном объёме либо частично. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Смотрите нас в социальных сетях, в эфире своих национальных телеканалов и в прямом эфире круглосуточного канала «Настоящее время» в Ютубе. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Подписывайтесь также на наш канал в Телеграме и заходите на наш сайт currenttime.tv. Ну а мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго. Кто ты была, когда ты ещё не была моей мамой? Надо было всё-таки всё это тебе спросить, когда ты ещё могла говорить. Ну, Зоя, твоя мать совсем другой человек. Она как будто не их дочка. Как это ты тогда нашлась в тебе, вот этого экзотического голландского студента в Москве, в те бревнские времена, когда общение с иностранцами считалось подозрительным, даже опасным? Субтитры создавал DimaTorzok